Мы все такие разные, но объединяет нас одно – желание жить в комфорте. О том, как нам в этом помогает государство, а что в наших собственных руках, расскажем в программе «Вектор комфорта». С вами Рифат Фаткулин. Сегодня в выпуске. Большие деньги для малых городов. «АллатР и Канаж» получат федеральные гранты на благоустройство. Придомовые территории. Более 500 дворов благоустроят в этом году в Чувашии. Вместе и раздельно. Как двигается мусорная реформа в Чувашии. С приходом весны хочется перемен не только внутри, но и снаружи. В этом году к изменениям готовы города «АллатР и Канаж». Они стали победителями всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Площади и здания, парки и скверы там теперь заиграют совсем другими красками. «АллатР» — древний русский город, известный центр паломничества. Согласно народному преданию, был основан самим Иваном Грозным. Сегодня здесь насчитывается около 100 объектов культурного наследия. Самые интересные из них — Свято-Троицкий монастырь, Казанская Пятницкая и Николознаменская церковь, АлатРский краеведческий музей. В историческую часть города также входят парки «Прудок», «30 лет ВЛКСМ», «Сквер Баранина» и «Витвинского». Эти памятные места сейчас находятся не в лучшем состоянии. 44,5 миллиона рублей — поддержка в рамках федерального гранта. Сегодня восстанавливаются храмы, монастыри на территории города. И вот именно это историческое место и послужило сохранением тех традиций прошлого, будущего и настоящего. Там будет предусмотрена зона отдыха как для маленьких детей, для старшего поколения, для развития спорта на территории города. Это разное развитие индивидуального предпринимательства. А в Канаше займутся центром. Новую жизнь обретет городской дворец культуры. Колонны и арки в дизайне мафа преобразят его до неузнаваемости. Декорирование с помощью малых архитектурных форм сейчас в тренде. Благоустроит и парк рядом с ним, сквер вокруг обелиска славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Отремонтирует отдельные участки улиц Карла Маркса, проспекта Ленина и Чкалова. Стоимость гранта – 70 миллионов рублей. Мне вдвойне приятно говорить о том, что мы впервые в жизни увидели такую мобилизацию. Порядка 4,5 тысячи жителей города Канаша участвовали с советами, какими-то предложениями именно для проектного бюро, которое работает, собирали информацию. Работы будут двухгодичные. Сейчас будут проектные работы, экспертизы, конкурсные процедуры и конечная реализация проекта в 2021 году. А это уже Ядрин. Город стал победителем всероссийского конкурса в прошлом году. И вот сейчас идеи архитекторов и дизайнеров воплощаются в реальность. Задача – благоустроить центральную улицу, Комсомольскую. Правда, красота и комфорт придут чуть позже, а пока – так называемая грязная работа. Строители готовят основание под укладку асфальта. Для ядринцев рев грейдера звучит как приятная музыка. Знаю, что здесь будет дорога с односторонним движением, тротуары, зона отдыха, скамейки и будет новое освещение. Вот то, что это делается, мне нравится. Вот такого масштабного штока в Ядрине ничего же не делали. Правильно? Все только там Чебоксары, Чебоксары, я не знаю, там, Москва. А у нас такие малые города и как-то все задвигается. Вот. Ну, а же моногород, по сути дела, да. Вот. И такие проекты масштабные – это, конечно, спасибо. Красочная иллюминация, необычные архитектурные конструкции, дома с мезонином, торговые павильоны в едином стиле. Авторы проекта обещают – улица засверкает, как в свои лучшие купеческие времена. Гранд Ядрина – 40 миллионов рублей. Еще порядка 11 миллионов добавил республиканские и местные бюджеты. Вообще, изначально мы планировали в мае этого года начать все эти работы под эти дорожные подготовить. Но из-за того, что в этом году и погода нам помогла, и сказалось, и, сами видите, уже середина марта, уже как сухо, реконструируется сама площадь Победы. И, надеюсь, что реконструируется свечный огнем с памятниками известного солдата. И появится тихая городская зона для выхода людей-грожан на нашу набережную. Работы должны завершить до конца года. Но есть надежда, что успеют пораньше, до сентября. Тогда появится шанс поучаствовать в очередном конкурсе, но уже в качестве исторического поселения. Основными критериями Победы в конкурсе заключаются не только красивые рисунки и проработанные дизайнерские решения. Основным критерием являются вовлечение жителей, проведение социокультурных исследований, выбор того места, которое хотят жители. Именно когда с людьми начинают говорить на равных, а на их языке, тогда получается победа у этих муниципалитетов. Власти не перестают повторять. Жизнь на селе и небольших городах по комфорту и доступности инфраструктуры ничем не должна отличаться от столичной. Комфортными должны стать и придомовые территории. Более 500 дворов благоустроят в городах и селах Чуваши в этом году. На это выделена рекордная сумма – полтора миллиарда рублей. В селе Комсомольское проекты уже успешно прошли экспертизу. Микрорайон имени Героя Советского Союза Николая Кабалина – один из трех, где скоро преобразятся дворы. Татьяна Александрова часто гуляет с ребенком, вот только играть около дома совсем негде. Из развлечений лишь старая песочница. Вместо этого бурьяна очень бы хотелось, чтобы была детская площадка, потому что ходим в соседние дворы, куда-то, вот в физкультурно-спортивный комплекс, вот туда приходится выходить. Горки, карусели, качели, спортивные комплексы – теперь местной детворе будет где порезвиться. Перед подъездами уложат новый асфальт, обустроят парковки, тротуары, появятся зоны отдыха и полноценное освещение. На все это потребуется более пяти миллионов рублей. Работы планируют начать в начале мая. Хотим благоустроить дворовые территории, значит, вокруг домов 8, 9, 10, 11 и 12. Здесь проживает более 200 человек, из них более 70 детей. Пенсионеров более 20, и поэтому мы, вот когда изучали общественное мнение проживающих жителей в этих домах, мы учитывали мнение, конечно, что же им в первую очередь надо. Народ ждет изменения, народ хочет изменения. Для чего мы это делаем? Чтобы сельские люди не уезжали в большие города, работали, проживали здесь, то есть себя они чувствовали очень-очень комфортно. Вместе с благоустройством пяти дворов в микрорайоне Кабалино обновление затронет и придомовая территория по улицам 70 лет Октября и Центральной. Кроме того, заменят тротуары в микрорайоне Антонова, на улицах Куйбышева, Советской, Ленина и у Центральной районной больницы. На ремонт в селе в общей сложности направят почти 25 миллионов рублей. Комфортная среда того стоит. У многих программах народ участвует не только своим участием, да, каким-то обсуждениями там или еще что-то, они еще участвуют и финансово. То есть, вот, допустим, по республиканской программе есть софинансирование в размере 1%. Вот в размере 1% жители свои деньги вкладывают в благоустройство дворов. Естественно, отношение к этим дворам у них будет совершенно другое. Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами работает в республике почти полтора года. Стали понятны основные проблемы. Что удалось достичь за это время, а чего нет? Октябрь 2018-го. Наступила новая эра обращения с отходами. Отныне вся работа по движению мусора от квартир и домов до специализированного полигона легла на плечи единого регионального оператора. В битву за чистоту в Чувашии вступила компания МВК «Экоцентр». Уже к концу 2019-го удалось охватить вывозом мусора почти 99% населенных пунктов. Было установлено более 5000 контейнерных площадок. Для сельских жителей, которые новую услугу восприняли неоднозначно, ее стоимость в 2019 году снизили на 20%. В муниципалитетах открыли расчетно-кассовые центры, принимающие платежи без комиссии. Однако проблема раздельного сбора пока осталась нерешенной. В прошлом году на территории республики была утверждена дорожная карта, которая предусматривала реализацию вопроса перехода на раздельный механизм сбора отходов на территории города Чебоксары и Новочебоксарск с разделением фракций на две, на сухие и мокрые отходы. В Чебоксарах, в микрорайоне Новый Город, на 37 площадках были установлены сельчатые контейнеры, в микрорайоне университет, на 7 площадках в городе Новочебоксарск, на 9. Результат пилотного проекта показал, что морфологический анализ улазимых отходов, что 50% только всего объема луиза отходов соответствовало необходимым требованиям к вторичным материальным условиям. Это значит, что люди еще не привыкли сортировать мусор даже на две фракции. Тем не менее, задачу никто не отменял. Решать ее можно несколькими способами. Первый – просвещать и образовывать. Второй – поддержать финансово тех, кто утилизирует мусор по частям, то есть снизить платежи за услугу. Если система раздельного сбора отходов заработает в полной мере, это изменит состав и характер мусора. Рекоператору будет легче его перерабатывать. То, что делим на сухие и мокрые отходы, абсолютно правильно, это практика во всех регионах. Но даже отсортированные сухие отходы сами по себе ценности не имеют. То есть ценность имеет моносырье, и то только некоторые виды, такие как, например, гофрокартон, пэт-бутылка, наверное, чистая пленка. Такие виды вторсырья, как стекло, как загрязненная бумага, там еще что-то, оно, ну, здесь больше социалка, здесь больше другие моменты. Поэтому считаю, что к этому вопросу обязательно с учетом общественности, с учетом строительства площадок нужно подходить, но подходить все-таки нужно системно. К раздельному сбору отходов должны подключаться и предприниматели. Среди задач сегодня построить комплексы глубокой переработки мусора, экотехнопарки, которые смогут заняться не только переработкой ТКО, но и изготовлением новых товаров из них. В Чувашской Республике сложился положительный опыт первичной сортировки и обработки отходов. Но, к сожалению, то, что у нас сортируется, отбирается в качестве вторичных материальных ресурсов, на территории Чувашской Республики перерабатывается не более 3%. Вот, поэтому есть прямая заинтересованность у предпринимательского сообщества в целом бизнеса наладить глубокую переработку с точки зрения, с выпуском готовой продукции из вторичных материальных ресурсов. Вот, нами предложена концепция развития в целом экотехнопарка. Вот, есть необходимость взаимодействия с профильными министерствами. Подготовительная работа, в принципе, уже проводилась, и у нас уже была запланирована рабочая группа. Помимо прочего, власти намерены построить мусоросортировочные линии в Урнарах, Батырево и Канаше. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания! Редактор субтитров А.Семкин